В Мехико мы жили в историческом центре города. Рядом с нами находился китайский квартал. Он представлял собой пару пешеходных улиц с большим количеством китайских ресторанов. Очень атмосферно. Продают всякие вкусняшки, сувениры и многое другое. Здесь всегда много народа. На улице также продают китайские разноцветные булочки с разными начинками. Ну и, конечно же, их попробовали. Можно, как сказать, котелу, феррера, я не знаю, что это, но да ладно. Смешенка, походим. Маш, ты попробуешь? Не надо. Ну и как? Вкусно? Давай, не ровно. Маша там шоколад внутри. Я взяла себе с нутеллой, у меня прям нутелла внутри. У Маши тоже какой-то шоколад внутри. Это шоколад Маша или что? Маша обычно шоколад. В Мексике мы были накануне Дня мертвых, которые очень масштабно здесь замечаются. Поэтому много украшений и сувениров, связанных с тематикой мертвых, можно тут купить. Различные стилистики, мертвые невесты, персонажи из мультика Тайна Куко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А это Дворец изящных искусств. Здесь проводятся мероприятия по исполнительному вкусу, литературные мероприятия, различные галереи и выставки. Это одно из самых красивых мест в городе. Вы просто посмотрите, какой он величественный, нарядный и изящный. Особенно эффектно, фасад здания смотрится вечером, после включения подсветки. Но мы не засняли его вечером, к сожалению. Вон они идут, девочки. Интересный факт, для строительства дворца из Италии специально привозили ценнейший белый карарский мрамор. В Мексике белого мрамора в общении. А это не какой-нибудь дворец. Это самая необыкновенная почта, которая, кстати, работает. Это не дворец. Это обычная почта в Мексике. Это лифт. Работает с 1856 года. Почта сейчас работает как почта. Поэтому она... Напротив почты находится национальный музей. Мексики, около которого стоит памятник королю Карлу IV. Кто не знает, он правил, когда Мексика была еще не независимой страной. И после обретения независимости статую хотели расплавить, но все же оставили. Мемориальная доска указывает, что Мексика сохранила статую как память искусства, а не знак восхваления испанского короля. А это уже мы направляемся к главной площади Мексика, площади Конституции, самой большой площади в Латинской Америке. Другое название площади – Сакао. Отчищение ауры. При желании местные шаманы тут могут почистить вашу ауру. Хочешь почистить тогда? Одна посадка на лисе? Хочешь? Одна посадка? Не знаю. На площадь выходит своими фасадами. Национальный дворец, кафедральный собор Успения Престой Богородицы, часовник с аграрио-метрополитана. Но в центре Мехико также есть место и современной архитектуре. Длиннющий проспект Паса-де-Ля-Форма с огромными небоскребами начинается в центре и ведет к парку Чепультипек. Над этим проспектом вместе с небоскребами возвышается ангел независимости. Один из значимых памятников для всей Мексики. Над его созданием работали известные скульпторы. Монумент в виде колонны является символом победы, в результате которой Мексика обрела долгожданную независимость. Златокрылый ангел, так его здесь называют.